Путь, по которому мы пойдем, с точки зрения укрепления иммунитета. Значит, мы можем есть, каждый человек, от 1 до 10 хронических заболеваний. И в любом из этих заболеваний, в любом, будет одно из ведущих значений иметь иммунитет. Поэтому совершенно неважно, сколько диагнозов у вас. Вот приведу самый простой пример. Например, у человека пиелонефрит, воспаление кучки. Плюс у него, к примеру, артрит, воспаление суставов. Плюс у него, к примеру, еще гайморин. И плюс у него, к примеру, еще гастрит. Ну, такой стандартный джентльменский набор, да? Можно лечить отдельно пиелонефрит. Можно лечить отдельно гастрит, отдельно гайморин, отдельно артрит. И все это будет отдельно. И все это будет проходить следующим образом. Мы будем выяснять, какие живут бактерии в почках. Какие живут бактерии в суставах. Какие живут бактерии в носу. И что случилось с желудком. В результате мы выясним, что, в принципе, там живет все одно и то же. Живут стрептококки или стопилококки, живет грибок, кандиды или еще что-то. Может быть, какие-то там, один-два паразитов где-то есть, лямблии какие-нибудь, да? И выясним, что если там есть бактериальный фактор, то в любом случае, почему иммунитет не борется? То есть иммунитет будет без разницы, где инфекция. В почках или в суставах, или в носу. Он должен был ее еще в крови, на стадии крови убрать. Поэтому получается, что укрепление иммунитета является ведущим звеном в лечении любых заболеваний воспалительной природы. Если у вас в диагнозе стоит окончание ИТ, фронтит, гайморит, практит, аднексит, артрит, конъюнктивит и так далее, и так далее, и так далее. Это значит, кто-то там живет. Либо бактерия, либо вирус, либо грибок, либо что-то. Вот это же конъюнктивит. Воспаление конъюнктивы глаза. Что такое воспаление? Кто-то туда попал, кто-то там размножается. Туда приходят лейкоциты. Лейкоциты съедают, ну, например, вирус герпеса. И выводят его в виде гноя. Это называется конъюнктивит. Туда могла попасть хламидия. Туда могло попасть еще что-нибудь, какая-нибудь банальная инфекция. Ну, например, там, кишечная палочка или что-нибудь такое, да? Но в любом случае, везде приходят лейкоциты, везде они ловят этих бактерий, вирусов, везде они их разламывают, разбирают, съедают, лизируют, как хотите назовите. И везде они ведут наружу секрет. В виде насморка, в виде гноя, в виде выделений, из влагалища, там, и из разных мест, из уретры, при помощи мочи, при помощи кала, там. Даже понос это тот же самый гастрит, энтерит и так далее, и так далее. Гастроэнтерит, сигмаэнтит, что касается кишечника, лицистит, панкреатит. Это в любом случае воспалительный процесс. И в любом случае иммунитет ровно половину занимает. Причем, если мы посмотрим вот алгоритм, вот, например, бактерия, вот все стадии процесса. Значит, что делает бактерия? Бактерия живет, бактерия размножается, бактерия кушает, и бактерия выделяет токсиды. Все, она может ничего не делать. Она кушает, она выделяет свои продукты распада, и она размножается. Значит, чтобы бактерий не было, убить ее очень сложно. Убить ее сложно. Она очень живучая, ее невозможно убить. Точно так же гребок, он кушает, он выделяет продукты распада, и он размножается. Это признаки жизни. Раз убить сложно, что мы должны сделать? Первое, мы должны лишить ее питания, ну, хотя бы ограничить ее питание. После, все, диета. Мы должны выбывать токсины, которые она выделяет. То есть убираться за ней, убирать продукты ее жизнедеятельности. Должны? Должны. И мы должны помешать ей, размножаться. Вот это наша сверхзадача. И она сама умрет. Попередними живут вечно. И паразиты не живут вечно. И грибы не живут вечно. Никто вечно не живет. Если мы по трем каналам перекрыли кислород, то постепенно она ослабнет и придет на нет. Мы бросаемся вообще в другую сторону. Мы начинаем убивать грибок. Берем арунгал, берем нитрофунгины, берем куламизилы, ну, и так далее, и так далее. И мощнейшими противогрипповыми препаратами действуем прямо внутрь. Кто-то внутрь, кто-то с кровью, кто-то еще куда-то. Но грибы и клетка гриба это точно такая же клетка, как наша лейкоцит. Точно такая же. Она вообще ничем не отличается от нас. Просто она живет одна. Мы тоже, может быть, когда-то на сад были бактериями. Но сейчас мы многоклеточные такие. Мы от бактерий упротом это отличные бактерии. Чтобы вам было понятно. И убить нас гораздо проще, чем убить простой кофилокоп. Но если нас не кормить, если нам не давать размножаться, то что китайцы сейчас делают, да? Они дают нам размножаться. Поэтому мы проживем 50-70 лет, мы умрем постепенно. Они не будут с нами воевать. Зачем им пачкать территорию? Поэтому они включают противозачаточные гормоны в свою еду. Они в игрушки добавляют какие-то соли тяжелых металлов, вредные грибы, ну и так далее, и так далее. Причем я не думаю, что это китайский народ прямо делает. Это китайский народ, как народ, такой же, как мы. Такие же нестолковые. Чтоб не пьяницы. То есть это геополитика государства. Потому что их миллиард 300 миллионов. Если они по одному ребенку родят, это будет 2 миллиарда. А нас 140 миллионов, и мы погибаем. Вот вопрос. Нам в отделе мы дустроим такую же обструкцию. Поэтому мы не должны их кормить, раз. Либо должны их кормить тем, что им не нравится. Мы не должны им давать размножаться, два. И мы должны убирать за ними отходы. Потому что эти отходы нам вредят. И смотрите, вот у нас весь стопроцентное мероприятие, стопроцентное, которое мы направляем против повседений. Что нам предлагает медицина наша официальная? Я не в смысле, что критикую. Я вот просто разбираю стухие пакты. Я точно такой же врач, и посадить меня на прием, я буду делать точно такие же вещи. Я точно на приеме не буду коралловую назначать. Потому что мне никто не разрешит это сделать. Я буду назначать аспирист, потому что больше нечего назначать. Я не пойду туда работать, потому что я уже не могу себе это позволить. Итак, первое. Мы можем лишить бактерию еды. Раз. Второе. Мы можем лишить ее репродукции. Например, коллоидное серебро. Это продукт, который не убивает бактерии. Это не антибиотик. Это, по сути дела, антисептик. Он лишает бактерию вирус способности к размножению. Он блокирует дыхательные цепи. Вот на клетке есть дыхательные цепи, при помощи которых клетка дышит. Так вот, серебро блокирует их. То есть бактерия не умрет. Почему серебром нельзя, например, вылечить на 100% гайморит? Потому что в носу-то что-то действует, но дело в том, что постоянно на листе поднимаются по лимфатической системе следующие бактерии, которых в крови много. Ведь весь организм серебром не нафарширует. Доза-то нужна совершенно не такая, какую мы принимаем, там, чайная ложечка или пол-чайной ложечки, да? Итак, продукты. Раз. Дальше. Репродукция. Два. Ответьте. У нас есть еще иммунитет наш собственный. И если мы его на какой-то процент увеличим или настроим на эту бактерию, то это пойдет в эту же копилку. Конечно, мы можем воспользоваться антибиотиками. Но когда мы точно знаем, какая бактерия, когда мы точно знаем в пробирке, что антибиотик ее убивает. Потому что бывает ситуация, когда бактерия отрывалась из-под контроля. Например, у ребенка начинается пневмония. Что делать? Безусловно. Бактерию надо убивать. Что мы пропустили, когда у ребенка начиналась пневмония? Во-первых, мы ее накормили. Во-вторых, у нас не было иммунитета, чтобы с ней справиться. В-третьих, она размножилась, мы ей дали размножиться. А чем мы ей дали размножиться? Пищей мы дали размножиться. Температурой окружающей среды мы дали размножиться. Где-то ребенок замерз. Добавочные инфекции мы дали размножиться, подавили его иммунитет. Медикаментами мы ей дали размножиться. Потому что неправильно принимали какие-то медикаменты, блокирующие наш иммунитет. И у ребенка началась пневмония. Все, бактерия чувствует себя великолепно. Ее надо убивать действительно. Но это только небольшой процент. И здесь должен поработать хороший врач. Какая бактерия, какой антибиотик, сколько принимать, приспособилась, не приспособилась. А бактерия приспосабливается. Они уже приспособилась к 95 видам антибиотиков. 95%. То есть они уже мутировали. Каждое следующее поколение бактерий нечувствительна тем антибиотикам, которые вы применяли до сих пор. Потому что мы их неправильно применяем. А значит, что вся наша иммунная программа, она несостоятельна. У нас у каждого с вами могут быть римусы, одновременно бактерии, одновременно грибы, одновременно паразиты. И в любом случае надо идти, не давать им кушать, не давать им размножаться, поднимать иммунитет. Если это касается глистов, то иммунитет не работает, сразу говорю. Значит, что надо делать с глистами? Давать им еду, которая их выгонит, убирать за ними токсины, не давать им размножаться. И чтобы они размножились, но яйца не оплодотворялись. То есть если мы регулярно будем делать влажную уборку и, допустим, какой-нибудь паровым утюгом обрабатывать детские игрушки мягкие или, в конце концов, какую-то санитарию, гигиену, вокруг ребенка с глистами организуем, то ему меньше будет глистов, безусловно. Действуют только комплексные меры. Только комплексные меры. Итак, путь, по которому мы будем укреплять иммунитет, он должен быть абсолютно осознанный, он должен быть лея, а луны. Вы не найдете ни одной панацеи для укрепления иммунитета. Вы можете его напугать, вы можете сделать тем, что хотите, но панацеи нет. Потому что иммунитетов, видов много. Против вирусов это будет одно, против бактерий – другое, против глистов – третий, против лямбри – четвертое. И поэтому очень сложно, а против рака – пятая. Поэтому мы не будем действовать локально на иммунитет. Мы будем действовать локально на выявленного диверсанта. То есть нам надо точно знать, либо у нас бактерия, и многое нам подскажет, что это бактерия. Если есть гной – это бактерия. Зеленый, серый, бурый, любой. Если он выделяется из любого органа – из носа, из влагалища, из прыща, из фурункула. Вот откуда хотите, если из глаза, тут просто. Если это гной, то это бактерия. Некоторые вещи нам укажут, что это не бактерия, а грибок. Грибок выделяет всегда белый налет – творожистый, молочный. Он перерабатывает продукты и делает из них молочнокислое брожение. То есть это не гной, это не зеленые гной. Это белые, порошкообразные, творожнообразные изгустки. Ребенок кашляет. У него в мокроте не зеленые гной, а белые брожилки какие-то. Значит, это грибок. Он точно так же будет выделяться из брома. Если это вирус, то вообще в другую сторону любят. Вирусы всегда выделяют воду. Потом, конечно, к ней может гной присоединиться. Например, гербис сначала. Пузырь с прозрачным гноем, болит. Мы с вами когда будем проходить антибактериальные все вот эти вот блоки, вирусы, бактерии, грибы, паразиты, гременцы, простейшие? Мы точно все это запишем. Сейчас у меня нет времени останавливаться на этом глубоко, потому что мы уйдем от иммунитета. Но сейчас программа даже не разграда, кто попал, а программа, что делать с иммунитетом. Но мы точно должны знать, либо это бактерия, либо это вирус, либо это грибок, либо это паразит, геменец. Потому что только в случае бактерий и вирусов мы можем рассчитывать на иммунитет. У человека глисты хоть сколько иммунитет поднимайте, глистов меньше не станет. Потому что это другая позиция. Но, когда мы собираемся выздороветь, вызовы лечить себя или вылечить своего ребенка, или оздоровить или укрепить, нам нет возможности глубоко копаться. У нас должны быть действия простые, простые, понятные. Они должны быть ежедневные, регулярные. Вот что надо делать регулярно, чтобы иммунитет, во-первых, держался на хорошем уровне, а во-вторых, не падал в критические вот эти отметки. Это не значит, что мы будем повышать иммунитет. Это значит, что мы будем его нормализовать. Потому что, если мы возьмем вот эту вот нашу графу, плюс-минус 0, то иммунитет держать на максимуме нерационально. Это огромное количество энергии. Это огромное количество запасов. Иммунитет должен держаться в пределах каких-то допустимых величин. Он не должен падать никогда глубоко, снижать активность свою, но он и не должен держаться на максимуме. Потому что иначе у нас максимум будет в два раза выше. Пришел грипп, а у нас иммунитет летом на максимуме держится. Когда придет грипп, это у нас уже не максимум будет, а будет истощение иммунитета. То есть иммунитет тоже имеет резервы. Поэтому первая ступень всегда психология. Всегда. Позитивное мышление. Оптимальная нагрузка. Нормальный сон. Вот прямо конкретно записывайте. Сон. Восемь часов. Если ребенок спит менее чем 7-8 часов, ни о каком иммунитете думать даже не могите. Потому что иммунитет вас не настраивается. Когда человек бегает, прыгает, сидит в школе, иммунитет не настраивается. И у вас точно так же. Когда вы заняты отчетом, иммунитет не думает о себе. Он думает о вашем отчете. Поэтому все происходит по ночам. Если вы по ночам не спите, то естественно, вы не восстанавливаетесь вообще. То есть 7 часов. Говорят, есть люди, которые 3 часа спят и высыпаются. Но они истощатся. Просто быстрее. И все. То есть нормальный человек должен режим соблюдать. Поэтому сон. Позитивное мышление. Оптимизм. Этому надо учиться. Говорят, что пессимист – это хорошо информированный оптимизм. Но тем не менее, это просто количество и качество энергии. Вы должны четко понимать, что если у вас все плохо, как скажете. Вот плохо все, значит, как скажете. Все должно кончаться хорошим. Абсолютно все. Все должно быть выстроено так, что да, вот это плохо, мы констатируем. Но вот так должно быть лучше. Почему американцы? Это все-таки великая нация. За 200 лет они создали государство. Но до сих пор мы эту нищету развести не можем, да? А сколько лет у нас пошло? Они за 200 лет все-таки создали. У них очень много проблем, но тем не менее. Обратим, что они всегда теперь. Как можно смотреть на белый бинт, черная рука, и сохранить иммунитет? Товарищи. Вообще никак. Абрадает что? То есть все должно заканчиваться хорошо. Человек справедливо это рассчитывает. А у ребенка вообще все должно заканчиваться. Хорошо. Если вы не сказали, что он тупой, глупый и бездарный, это на всю оставшуюся жизнь. Насчет ребенка будет тупой, глупый и бездарный. Ну и все, вы программу ему поставили. Поэтому с ребенком только о хорошем. Вот у нас в туалете тут написано. О женщине либо хорошо, либо женись. Там вот нету написано, да? Вот. Это точно так же. Только о хорошем. Вы пронизируете, о чем мы говорим всегда. А мы говорим о всем плохом. Давайте, я попробую. Нет, вообще не удержит. Вообще не удержит. Я вам сейчас рассказывала по плацебо на ЦБ, да? Ученые действительно озадачены. Ученые очень сильно озадачены. Никто не может доказать, что таблетки работают лучше, чем... Ну, заявленные таблетки, что они работают лучше, чем плацебо. Результаты приблизительно одинаковые. На уровне 40%. Что работает? Слово. Вера. Что работает? Вообще никто не знает, что информация. Может, я не знаю, может, творец работает вместо нас. Кто знает? Никто не знает. С каким вы настроением даете человеку продукт? Так он и работает. Если у вас нет энергии, у вас нет веры, у вас нет позитива в смысле этого. Вот вы прогнозируете. Вот вы дали человеку колобаду и сказали, что может быть. Вот это все будет. Все, вы уже программу построили. Вот когда у тебя заболит голова, ты сделаешь это. Когда у тебя заболит это, ты сделаешь это. Я смотрю, какой друг другу назначается, да? Вот если ты это еще с пониманием, у тебя будет вот это, то делай вот это. Чем же раз? Он уже вообще ничего не будет. То есть ничего этого говорить не надо. Об этом можно на одну секунду подумать. Надо просто знать, что это значит, если это случится. Но говорить об этом нельзя. Другой делал, что можно не назначать. Если вы уже в голове там что-то подумали, в чем-то сомневаетесь, да? Если вы не даете препаратам ДНР в догонку, в перегонку, вообще не догонку, ничего не будет работать. В руках у некоторых дистилетов вообще ничего не работает. Я таких знаю десятки. Просто, что бы они ни назначили, вообще ничего не работает. Ко мне обращается одна женщина. Алисейн, мне люцерна не помогает. Я говорю, как это не помогает? Люцерна не помогает? Вы что, этого быть не можем? Она говорит, я выпила уже коробку, не помогает. Вообще не помогает. Я говорю, да что вы? Возьмите еще одну коробку и выпейте. Она так удивилась. Ну ладно, говорю. Буквально выпила три дня, она звонила, мне помогает. Все. Может быть у вас люцерна другая? Я говорю, конечно другая, каждая люцерна лучше следующей предыдущей. Это свежая люцерна. Вы все не представляете. Я и аниматолог профессиональный. Сказано жить. Попробую умереть. И человек живет. Это работает так, что просто вообще волосы в любом встают от ужаса. Когда вот, когда это, когда с этим сталкиваешься. То есть ни слова о плохом, ни мысли о плохом. Ну так вот, я боюсь рака, я боюсь рака, я боюсь рака. Когда он приходит с раком, ну я этого боялась, я же чувствовала, что у меня будет рак. Программа, это все программа. Если вы миллион раз скажете, что у вашего ребенка плохой иммунитет, у него вообще никакого иммунитета не будет. Иммунитет с каждым днем лучше. Он с каждым днем настраивается. Полное программирование идет. Полное программирование позитивным мышлением. Лучше бы вы вообще ничего не думали тогда об этом. Мы ничего не знали. Некоторые люди, у него у нас вообще ничего не знают. Я сейчас думаю, что у него вообще лучше ничего не знают. У них ума не хватает подумать о плохом. Это серьезные очень вещи, те, которые... Это очень серьезные вещи. Кому не помогают натуральные продукты, задумайтесь, почему они вам не помогают. Значит, вашего негатива хватает, чтобы перекрыть позитивное действие вибрации, аминокислот, вибрации минералов, вибрации витаминов. В руках у хорошего человека работает все. Работает мысль, работает слово, работает намерение, работает пожелание. Все работает. И вы четко должны с этим попробуйте, попробуйте по-другому. Потому что если вы не сопроводили продукт, то он, ну, какой-то продукт лежит на столе. Вот лежит на столе продукт, он уже работает. Вот вы только посмотрели на него, а он уже работает. Вы уже информацию этого продукта получили. Так работает гомеопатия, одна миллионная доля. Что там может работать? Там работает информация. Там работает энергия. Там работают связи. Там работает то, о чем мы даже еще вообще не знаем. Поэтому без психологии иммунитет не будет работать. Если вы его не знаете, боитесь не любить, если вы его не оживляете, не отдухотворяете, он не будет работать. Иммунитет надо любить, себя надо любить. Детей, если их надо любить, родителей, любить надо. Все надо любить. Это единственная волна энергетическая, мощная, на которой происходит соностройка. Соностройки вибраций. Кто-то лечит словом, кто-то лечит таблетками, кто-то лечит операцией, кто-то лечит мыслью просто. Другого. Пообщался, чем уже легче стало. Потому что один диагноз приклеенный, и вам это может просто иммунитет разрушить. Вот. Я знаю таких людей, которые пришли в первое место, и сказали, что делать, у меня рак. И в этот момент, вот, от полного здоровья, человек прекрасно себя чувствовал. Как только он узнал диагноз, все, все посыпалось. Мгновенно. От страха посыпалось все. И очень трудно человека убедить, что, Саша, это ничего не произошло. Вчера ты был еще здоров. Ну что, ну поставили тебе этот диагноз. И что дальше? А дальше будет жизнь, к которой ты привыклишь. Смеется, значит, умрешь. Не смеется, значит, будешь жить. Выбирай. Все. Каждый из нас может попутаться с любым диагнозом. Камень там, откапни брак. Я серьезно говорю, будете пущать. Вам никто из этого не скажет, потому что времени просто нет. У меня времени больше, чем у всех врачей, которым вы попадете. Поэтому запомните. Начинать надо только с головы. И начинать надо мгновенно. Вот, слышали информацию, уже надо начинать. Все, ничего плохого быть просто не может. Не у меня, не у моих детей, не у моих родителей. Все только будет хорошо. И так каждый день. Ты еще расскажешь, и действительно все будет хорошо. Еда. Дефектная ведомость у многих уже есть. У многих она будет. Пока начинаете убирать вечно живущие продукты. Все, что не портится, кушать нельзя. Вот, хотя бы так начинайте. Ну, просто ум-то есть, да? Вот все, что не портится, оно не может быть живым. Оно уже мерзло, оно уже умерло. Не портится виноград. Все, не надо. Кушайте только то, что портится. Кушайте то, что едят грибы. Они едят то, что надо. Ни один гриб не полезет на дерево, и есть зеленое яблоко. Он будет ждать, пока оно упадет. Конечно. Поэтому зеленое яблоко убьет гриб. Потому что клетка, семечка, еще не созрела, ее еще не надо кушать. Она еще не дошла до кондиции. Когда она дойдет, она сама скажет. Она оторвет, упадет. И пожалуйста, грибы кушайте. А семечки останутся с землей рядом в офцедях. В природе все гениально продумано. Если грибы не едят, здесь нельзя. Если бактерии не едят, здесь нельзя. Если собаки не едят, здесь категорически нельзя. Если кошки не едят, просто даже продукт в рот не берете. Все у кого есть кошки и собаки имеют детектор. Потрясающе сейчас. Если собака не ест что-то, то что вы ей даете, это есть нельзя. потому что она работает на уровне сил умер у меня нет выделительной системы я меньше это гаран и они гораздо слабее на сбор по приживаем напитки то есть все товарищи все пора пара велики на воду и это настолько серьезно что вы даже не представляете просто не представляете тот кто не перейдет на воду шансов поддержать иммунитет нет ни одного позволить себе можно только натуральная кофе чашечку и натуральный чай это может натуральный сон максимум стаканчик 200 грамм на потолок не надо больше оберегу не на высококом ведро где не все остальное должна быть вода горячая прохладная с лимоном без лимона с кораллов без коралла витализированная но это должна быть абсолютно чистая вода научитесь ней информационно работать у нас будут еще лекции по воде безусловно научитесь с ней разговаривать научитесь с ней общаться это матрица на которую вы наносите информацию что такое отвар вы положили туда ромашку и нагрели воду и вода переписала информацию с ромашки на себя а ромашка осталась лежать в ее выбросе воду с информацией выпили вы можете не нагревать воду можно просто положить ромашку и будет та же самая вы можете спирт оттуда налить это просто более активная вода и будет настойка ромашки не принципиально это будет просто разные уровни активности воды поэтому если вы хотите сохранить иммунитет только вода ничего больше не надо только вода а чай это уже еда чай это кофе это уже тогда когда надо если вы устали значит у вас кончилась вода это не значит что вам кофе не хватает или кофеина не хватает воды не хватает научитесь свои проблемы решать водой перед смертью вам сделают только будет 200 миллилитров внутривенно ничего больше нет в этой жизни 200 миллилитров воды внутривенно успею значит спасу не успею значит значит не повезло не доводите себя до этого у вас у всех пожилые родители у вас у всех еще есть люди которых поддержать на этой земле если они вам дороги да научите их если вы получили информацию первые поделитесь этой информацией это ваши близкие вам люди потому что они будут уходить у вас так что вы просто ахнуть не успеете вы посмотрите что сейчас творится группами уходят просто группами не то что уже поодиночку уже уже уходят большими количествами поэтому тот кто сейчас имеет информацию тот может хоть как-то восстановить вокруг себя более-менее гармоничное существование АВВГД то есть это путь и не надо ступенье менять местами не надо мне рассказывать почему чиститесь 4 раза в год если вы живете что попало то чистится 6 раз в год бесполезно можете не чистится вот тут сначала давать если вы пьете воду она сама все вымоет то что вы съели и не надо никаких будет прочистать если тут у вас слабо тут тоже слабо тут вообще порвалась то тогда надо будет уже чиститься сильно чистится мощно в дальнейшем я вам вчера уже говорила чисто там где не сорят вот это называется сначала не сорить я уже 300 раз сталкиваюсь тем что человек готов чиститься он все готов делать голодать готов он готов себе клизмы делать вообще с утра до ночи и ночью тоже и на ночь и с утра он не готов разобраться с питанием у него пирога за рта не вырвешь вместе с тортом не вырвешь не получится не надо не надо прыгать ну не получится просто не получится поверьте уже у многих не получилось то что вы съедаете вы то что вы пьете если вы пьете не то что надо то те кто обратите внимание в болгарии заявила одна из очень уважаемых докторов наша страна она много рассказала очень интересно был потрясающий доклад чернышова татьяна николаевна профессор по-первых на экономическим экологическим дефонтом нас просто всех убило мы здесь в составе делегации правительства по человеческому капиталу болгарии на конференции и ну как ты слышал я это более-менее знаю как меня это не портал но когда она сказала что наша страна успешно справилась с тараканами нигде нет таракана они все зубы хлорированная вода генномодифицированные продукты мы просто не могли их убить годами вы вспомните как мы с ними боролись америка убила это все раньше еще лет 20 назад но сейчас это у нас уже только где-нибудь глухой деревне нам тараканы товарищи это счастье это просто счастье если в доме есть таракан это значит экологически чистый дом это все серьезно тараканы и они не истребимы и хоть дуста в дрове они не истребимы они размножаются и так далее но нам удалось они доедали за нами еду они так мы следующие товарищи мы следующие крысы останутся после нас они следующие за нами потому что у них очень серьезный продукт ну как бы генетические особенности выживания даже нет то есть разбираемся где бактерии но понимаем только питание только питание не может ослабить размножение вывод токсинов и лишить грибов радости жизни ничего невозможно сделать так же как и вирусов так же как с гельмитами все сложно если бы это была проблема легкая ее бы давно люди решили давно бы людей решили это очень сложная проблема это одна из проблем которые во первых сложно диагностировать а во вторых непонятно что делаешь это диагностировал и только природа знает как от этого избавиться поэтому надо смотреть на природу очистки безусловно иммунитет хорошо работает в чистом организме безусловно то есть это даже не обсуждается но может ли явиться калавадо мощным стимулятором иммунитета как вы думаете нет не может по одной простой причине когда человек чистится идет по сути дела ослабление потому что вместе с инсорбентами он выводит что-то он конечно добавляет и все такое но очистка для организма это стресс и людям сослабленным иммунитетом запомните резко чистится долго голодать и так далее нежелательно потому что это крупкое равновесие между больной и не больной оно его нельзя нарушать чистится надо с умом с головой с толком детей очень аккуратно и если вы хотите знать 2 2 волшебных слова а волшебных слова по поводу очисток вот в очистке есть два волшебных краеугольных камня на которых стоит вся концепция чистой давайте попробуем их назвать не навредить нет я имею ввиду конкретно сколько лежать грамма человек решил почиститься в чем суть вода первое волшебное слово в организме нечего чистить чистить там нечего там надо промыть промывать печень промывать почки промывать лимфу промывать нос промывать кровь промывать кишечник поэтому слово чистка это не ёршик это вода и тот кто голодает без воды то делает катастрофическую ошибку есть там разные школы течение научные около научные миллионы нельзя запомнить без воды никакой очистки не будет мы неправильно назвали слова нету в организме сухих сред в организме только жидкости растворенные в жидкостях мешочки с дырочками в других мешочках концентрация все это первое волшебное слово и второе волшебное слово сорбент вещество которое безопасно не растворяется не растворяется минут не может двигаться очистителем он растворяется до нуля нет нет не всасывается ни в коем случае не в кровь никуда безопасно вот уголь нельзя назвать безопасным сорбентом потому что более семи дней принимать нельзя например активированный потому что там образуется угольный порошок в кишечнике который в общем то эффект мастерации делает кишечник двигается он коряпается он царапается он запыляется этим углем и так далее который не вступает ни в какие реакции с нашими белками никуда не проникает только проходит через кишечник и выделяется но примагничивает присасывает обволакивает и так далее и так далее и так далее сорбенты так вот слове очистки есть два волшебных слова вода и сорбенты все остальное все остальное это условие специфический в коловаде есть два волшебных слова вода и сорбенты эффект коловады достигается только при помощи воды и сорбента все остальное это бактерии это витамины это минералы это слабительные это условие понятно что работает в коловаде вода и сорбент и в этот момент вы еще не кушаете чтобы этот сорбент курицу не примагнитил например смысла нет и глина в этом смысле идеальный сорбент она не всасывается она не растворяется она ничего с ней не делается она не изменяется она не расщепляется она проходит разбухает примагничивает и выводит бережно безопасно спокойно ни одна молекула глины не всосется ни в кровь никуда ничего не попадет можно ребенка глиной очистить подниму ручку можно конечно безусловно если ему нужно сорбиться можно ребенка водой поить можно поэтому значит можно очистить кишечник но запомните что сорбент должен поступать только натощак у сорбента есть закон натощак на ночь за три часа до еды за пять часов после еды если вы наложили в желудок еду а потом туда наложили через час сорбент то это смешается и будет сорбент должен быть по чистому кишечнику то есть натощак поэтому любые чистки можно там где есть вода там где есть сорбент сорбент бывает растительный минеральный сорбенты разные бывают люцерна это сорбент и у отруби это сорбент и просто другие виды сорбента но сорбенты должны быть регулярно эти сорбенты ежедневные как называются которые мы ежедневно должны кушать клепчатка в растениях полно сорбентов это и яблочные пептины это и свекла и свекольные перегородки это и зелень это и травы это и кожура которые мы выбрасываем кожура яблок и так далее то есть питание должно быть нормально мы все равно возвращаемся питание то есть если вы кушаете только белую муку с сахаром вот мы сейчас пошли и накушали с белой муки с сахаром пироги я не говорю что не могу накушать пироги это тяжелейшая вредная привычка от которой невозможно отказаться но если это только пироги и всегда пироги то конечно это будет если он с утра до ночи получает булочки с дрожжами с сахаром с молоком и там с картошкой все грибам будет просто супер они будут размножаться они будут расцветать они будут завоевывать территории нет пляски свадьбы песни они то есть все нормально будет райская жизнь будет стоять им райскую жизнь вот этот путь он точно такой же как при центральной нервной системе но нет другого пути дальше пожалуйста восстановите оптимальное пищеварение то есть ферменты, бактерии раз есть еда значит должны быть участники процесса участники процесса еда вода ферменты и бактерии все, нет больше участников процесса если еда хорошая вода правильная теплая, кислая такая должна быть в достаточном количестве если бактерии свои есть их 2 килограмма своих собственных 2 которые вырабатывают и интерферон и витамины и минералы собственные наши полезные бактерии и если есть ферменты а ферменты где должны быть? мы пьем мы пьем ассимилятор не от хорошей жизни мы пьем его по другому поводу мы пьем его от того что вся пища консервированная вареная маринованная приготовленная она мертвая она не расщепляется и нам нужны ферменты дегистейту папайя вот я была сейчас в Доминиканской республике на Гаити целых 2 недели я ела одну папайю американцы ели от них там чистурберы о, чистурберы, да итальянцы ели пиццу наши ели омара а я ела папайю с утра до ночи и ночью тоже вставала как говорила выпасть скоро завтрак когда папайю будет делать потому что там удивительная папайя то есть кто на что нацелен это серьезные вещи то есть нам не ферменты не нужны прицельно были бы нам не бактерии не нужны были бы не это цитофилус, а цитофилус и так далее это все у нас было это все было в еде и в воде но так как этого нету этого нету значит нам нужны ферменты и бактерии все, больше нет участников процессов в желудочно-кишечном тракте может быть 150 заболеваний гастрит, холецистиль, панкреатиль и все эти заболевания протекают в скорбусовке иммунитета все включая потом камни и так далее и существует один вопрос лечения один только вопрос лечения хорошая еда, хорошая вода, ферменты и бактерии и отсутствие чужих отсутствие что там еще лечить в кишечнике? там больше ничего нету какие можно еще придумать схемы? никаких никаких камни с печенью? воды не хватает поджелудочная заболела? ферментов не хватает кишечник не работает двигаться надо, воды не хватает ферментов, бактерий не хватает все, куда бы вы ни шли еда, вода, ферменты и бактерии все, надо ждать пока вас пробьет язва надо ждать пока у вас там камни появятся зачем этого ждать? с завтрашнего дня начали еда, вода, ферменты и бактерии когда еду, воду наладили убирают ферменты и бактерии кушать надо нормально мы никак не можем через это перескочить я не буду вас обманывать что если вы начнете кушать 30 капсул пищевых добавок в день то у вас не наладится если еще 2 килограмма плохой еды то ничего не наладится наладится только у тех кто уменьшит плохую еду добавит ее хорошими нашими обогатителями разбавит ее переконцентрирует перемешает уберет почистится и это будет только мотив для того, чтобы начать нормальную питацию если вам некогда если это дорого если вы не хотите этим заниматься у вас другие дела то тогда у вас пищевые наши обогатители просто это для вас ну они созданы для для тех кто занят другими делами некогда собой заниматься что такое чеснок съели и две капсулы съели три капсулы и гуляете ни запаха ничего так вам придется чеснок есть в каком-то виде приготавливать его что такое спирулина мясо не надо там 17 аминокислоты железов ты раз больше чем в мясе что такое люцерна там уже все есть что такое фитоэнергия стопроцентный хлорофилм десяти разных уровней то есть то что вы это имеете вы просто не цените не понимаете не знаете то есть это такое счастье что мы это имеем это просто ну дай Бог чтобы это никуда не делать с первого марта Крыма уравинового дерева не будет там совсем в Казахстане на Украине потому что потому что так хорошо помогает что медицина ввела ее в лекарственные средства а там а там там ее не привезут она ввести да ввела а дальше что вороки убрали ну да вороки там вытяжки животных то есть только в Казахстане на Украине будет вот что будем делать вопрос есть в Казахстане но я думаю что руководство компании что-нибудь придумает без коры муравинного дерева сложно представить государство это тот свобод который будет регулировать а можно ли вам употреблять это или вы должны сначала сходить к врачу чтобы он вам прописал врачу заплатят чтобы он вам прописал не кому муравинного дерева а спирин фирмы Байер например или сустав или еще что-нибудь ну то что у нас пролобировано сверху еще объясняю что этот спирин полезнее без врезер понятно ну фирма Байер это фирма Байер что там было так вот не будет чудес в этом смысле слова чудеса начнутся когда вы наведете в голове и начнете правильно к себе бережно относиться после того как сделали все клеточное питание вот оно вот ради этой ступени ради ступени клеточного мы не можем себе клеточное питание организовать едой потому что мы кушаем такую продукцию что нам нет ни ферментов ничего то есть она не расщепляется до клетки кишечника полно а клетки голодают голодают клетки мозга голодают клетки иммунитета они вообще они голодают у них просто блокада Ничего не доходит. Не может быть у ребенка плохой иммунитет, если он хорошо питается. Нормально питается. Но хорошо не в смысле то, что вы думаете хорошо, а в смысле то, что биология подразумевает хорошо. Живым, натуральным, неконсервированным, свежим, сезонным, не отравленным, без нитратов, нитратов, кестицин. Вот оно клеточное питание. У нас 30 препаратов клеточного питания, 30 продуктов. Все есть. 12 витаминов, 15 минералов. Есть все ферменты, жирные кислоты, амидокислоты. Все есть. Я не знаю компаний, в которых было все то, что есть у нас. Есть компания, в которых есть что-то, может быть лучше что-то, чем у нас. Но вот этой коллекции ни у кого нет. Включая воздух, включая то, что мы имеем. А дальше, пожалуйста, энергетика, микрогидрин, активин и так далее. Обратите внимание, тот же самый путь, что у нас в центральной нервной системе. Где будет различие? Небольшое различие будет. В центральной нервной системе нужны витамины группы В преимущественно. Она их очень любит. А иммунитету нужны. Преимущества витамины А, витамины С и витамины Е. А, С, Е. Цин, С, Е. Мы сейчас это пропишем, да? А дальше, пожалуйста, заглядывайтесь физкультура. Занимайтесь биоэнергетикой. Пожалуйста, над своими полями работайте. Защищайте себя. Гармонизируйте. Настраивайте. Укрепляйте свою энергетику. Пожалуйста, дальше. С экологическими проблемами. Думайте, где у вас экология нарушена. Экология жилища, экология работы, экология дачи. В любом случае, где-то вы наткнетесь. Экология вашего собственного гаража. И последнее. Вредные привычки. То есть для иммунитета на первом месте это не сработает. Все равно нужны какие-то пищевые продукты. А потом уж будете бороться с собой, потому что иммунитет в борьбе не подняет. Если вы при полном оттутке иммунитета начнете бросать курить, начнете бросать корну, то, что вы делаете, то, что вам наставляет какие-то энергетические удовольствия, то вы еще больше, вы еще в депрессию попадете. Это очень тяжело. Это преодоление себя. Это борьба с собой. Когда вы боретесь с собой, вы где-то отдыхаете. Все должно быть добровольно, все должно быть медленно, спокойно, оптимистично, радостно. Один вопрос. Где взять энергии? Вот это вопрос, на который сложно сейчас ответить. Где взять энергии? Потому что человек все хочет, но мотивация длится практически 48 часов. Вот он уже готов. Все. Прошло два дня. Постепенно. Мотивация затихла. Вы чувствуете это, да? В чем вопрос? Нет энергии. Нет энергии. То есть, вот эту энергию взять реально сейчас, вам посоветовать, неоткуда. Эта энергия берется из природы. Эта энергия берется от друзей. Эта энергия берется от единомышленников. Вот вы сейчас здесь, вам еще более-менее быть спокойным. Огромное количество людей. У многих хорошие результаты. Эта энергия. Тем, кто сейчас по одному дома, с раком, с природом, диабетом, им вообще плохо. Им даже посоветоваться низким. Просто. И не то, что кто-то за их жизнь борется. Многим вообще нечего делать, да? Все в своих проблемах, все в своих проблемах. Поэтому ни в коем случае не теряйте то, что вы имеете. Не теряйте общности. Потому что все равно вам помогут. Работайте. То есть, включайтесь в эти структуры. Присоединяйтесь к более сильным лидерам. Более к ведущим лидерам. К оптимистам. Потому что, что все плохо, и что везде полная задница, вам все скажут. Это все скажут. За этим далеко ходить не надо. То, что ты тупой, нищий, дурак, больной, еще это слышите на каждом шагу. То, что у вас ничего не получится, тоже будете слышать. И то, что это не работает. Это, это, это. И вам будет говорить, вот это не работает, вот это не работает. И это не работает. Если поверите, ваш выбор. Работает все. В руках нормальных людей работает все. Абсолютно все. То есть, не надо сейчас общаться с людьми. Которые вас заставят сомневаться в том, что вы правильно делаете. Уж не надо нормальной питаться, не надо. Кушает, тоже кушает. Что там твая вода, вот так, и рукает, да? Спросите, что я вам предложу. Если бы был точный путь укрепления энергетики какой-то, его, к сожалению, кроме образа жизни, тоже нет. К сожалению. То есть, и очень важно, вот в этой ситуации, очень важно, поддерживать у себя самовыдевацию. Посмотреть, кому сейчас хуже, чем вам. Вот во все кризисы, грамотные люди всегда смотрели, кому хуже. Потому что кто-то что-то потеряет безусловно. Кто-то заболеет, кто-то еще что-то, да? Но всегда ориентируйтесь на тех, кому хуже. Потому что это дает очень серьезные силы. Посмотрите, кто рядом с вами, так сказать, болеет, плюс еще не имеет информации, плюс еще что-то, еще что-то. Только за счет этого можно, почувствовав себя нормальным человеком, способным на какую-то энергетическую отдачу, где-то смотивироваться. Потому что если будете думать о себе родном, и так сильно, то, значит, внутри себя и будете вариться. Итак, и так. Для того, чтобы думать о вы будете этим, для того, чтобы иметь его, для того, чтобы он вас защищал, надо изменить свое мироощущение. Если вы это не напишите, вы это делать не будете. Обсуждается только написанное. Если вы приведете строителей на сдачный участок, и скажете, знаете, я хочу построить дом. Здесь вот так вот будет, вот здесь вот так, вот тут вот так, вот окошечки такие. Вот бригаду. Ульбеков, приведите. Расскажите мне слова на пальцах, что вы хотите тут увидеть, на своем дачном участке. И уйдите, больше этим не занимаетесь. Когда вы придете, вы ахнете. Точно так же здесь. Вот сейчас вы получили много информации. Она структурная, она четкая, она достаточно, достаточно энергетическая. Но если вы для себя ее не проработаете, не напишите, не начнете писать, не положите на бумагу, не сядете, не остановитесь, не подумайте, не запишите, вы ничего делать не сможете. Потому что ясности у вас в голове не будет. Вы обязательно что-то должны начать делать. Что-то обязательно. Кто-то начнет психологии немножко заниматься, кто-то спать начнет побольше, кто-то начнет меньше нервничать, кто-то начнет пить только воду, это самое простое, что можно начать, да? Кто-то начнет уже с едой разбираться, пока еще не очень опытно и очень умело, но уже начнет. Кто-то свои вредные привычки перепишет, хотя бы горяловые, хотя бы там 10-20 на ролике, да? Возьмите диски, возьмите кассеты, посмотрите. По питанию вам не просто один раз достаточно будет услышать. Вам надо будет смотреть это 3-4 раза. Это надо будет до тех пор смотреть, пока вы это не начнете делать. Это очень сложно. Питание. Но это единственное, что работает. Единственное, что в этой двери работает, это питание. Если человек начинает ужить вдруг живую пищу, хорошую, нормальную, простую, спокойную, не маринованную, не консервированную, он начинает получать энергию через природу. Если эта пища росла, если она бегала там и так далее. Потому что нет другого варианта. Не надо кормить ее суррогатами. Иммунитет не обманешь. Если вы ему ничего не дали, он вам ничего не сделает. Спасибо. 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 Спасибо.